Всем привет! С вами Ольга Чернова и сейчас я буду отвечать на ваши вопросы, на вопросы моих подписчиков. Не обижайтесь, но у меня совершенно нет времени печатать, сидеть, каждому отдельно ответ. Вопросов очень много, я надеюсь никто не будет в обиде, если я сейчас прокручу ленту с вопросами и отвечу каждому в этом видео. А вы посмотрите и послушайте ответ на свой вопрос. Вопрос от Елены. Скажите, я правильно поняла, что мы используя привикур и стимулируем одновременно, и протравливаем и так далее? Отвечаю. Да, некоторые привикур применяют, есть даже такой способ. Сначала сеют семена, закрывают их землей, а потом вот эти свежие посевы сразу же поливают привикуром, чтобы он промочил все это, грунт, семена, и происходит все одновременно, обеззараживается и стимулируется. Вот я как говорила про профессионалов, обычно так, кто сеет на рассаду, они отдельно все не протравливают. Вы понимаете, что это очень долго и очень муторно. Засевают, землей закрывают, поливают, пленкой закрывают, все, ждут всходов. Дальше. Подскажите, вы используете кокосовый субтракт и вермикулит? Спрашивает Наталья. Нет, я не использую. Я в землю ничего этого не кладу. Когда-то давным-давно, когда я была совсем молодой, я пробовала то это. Но я как поняла по моему опыту, что ничего не меняется от присутствия этих вот веществ. Я не стала просто использовать лишнее время. Спрашивают, а колышки у вас какого роста? Колышки беру стандартные в магазине стройматериалы. У нас есть специально там написано, колышки помидорные. Они примерно чуть пониже меня ростом. Я метр шестьдесят пять, они, наверное, метр двадцать, метр сорок, где-то так. У нас в наших, ну не знаю, в нашем во всем регионе или нет, но именно вот в моем городе, у моих соседей мы все используем, выращиваем в коловом варианте, особенно в огородах. Тянуть вот эти такие тросы или верю, как эти проволоки, я нигде не видела, чтобы кто-то натягивал. Все выращиваем на коле. У нас в городе продаются специальные эти коле, мы покупаем все в магазине. Ольга, как посеять абрикос альпийский? Спрашивает Марина, это я вообще не знаю, нет. Мама Мия спрашивает, плюс пятнадцать для огурца, это температура земли или воздуха? Это температура воздуха, потому что считается, что он теплолюбивый, если температура воздуха, ну ночная или дневная, меньше пятнадцати градусов, то он будет, он не будет расти, он будет, как сказать, затормозиться в своем развитии. Нужно дожидаться, когда будет больше плюс пятнадцати градусов. Подскажите, а инкрустированные семена надо замачивать? Нет, которые семена обработаны фирменные, которые покрыты разноцветные, там есть голубые, зеленые, красные, их обрабатывать не надо, они уже полностью готовы, обеззараженные. Почву готовите, семена ложите, все. Так, дальше. Пишут, я выращиваю сибирский князь, хороший урожайный сорт. Вот это отклик на описание сортов. Сибирский князь, хороший сорт. О привикоре впервые слышу, спасибо. Я об этом и говорю, что новичкам многим это средство не знакомо. Оля, для начинающих сложно стимуляторы роста протравливания, что зачем, что сначала и как проводить, расскажите подробно. Я все буду рассказывать подробно, когда буду делать. Но для вас специально сейчас скажу, сначала травим, потом стимулируем. Потому что если мы первоначально не протравим, во время стимуляции вместе со стимуляторами могут залезть в семя и бактерии. Вот вы понимаете принцип какой. Сначала мы очищаем, а потом уже замачиваем, чтобы внутрь к этому, к зародышу, к корешку пробирались стимуляторы. Ольга, в каком месяце вы сажаете? Но вы если смотрите все видеоролики мои, посмотрите за прошлый год. Я начала в январе садить перцы для теплицы, именно для тепличного выращивания. И томаты для теплицы, для получения раннего урожая, которые Настенька и Демидов. Вот эти все у меня культуры дали урожай спелый уже в июне. Есть у меня видео, какие перцы поспели первые. Там 18 июня у меня поспел перец январского посева венте и ласточка. И поспели Настенька и Демидов. Остальные сею периодами, ступенями. В феврале, потом в марте, в конце марта 25-го сею те, которые в тоннелях выращиваю. И в апреле сею скороспелки, у которых укороченный вегетационный период. Ну вот опять, что надо делать в период замачивания и протравливания, только что сказала. Вот много про два куста в лунку. Высокие томаты тоже по два куста в лунке. Да, я и высокорослые сажу, высаживаю по два куста в лунке. Мне этот метод очень понравился. Меня научила одна женщина много-много лет назад, лет 20. И после этого я прям фанатка этого метода. Потому что у меня маленький участок, всего 6 соток. Представьте, 6 соток. Я там выращиваю полторы тысячи корней. Потому что занимаюсь семенами. Вот на семена всякие сорта. 127 сортов было в прошлом сезоне. И еще на этом же участке я умудряюсь вырастить 10 тысяч корней рассады весной. Ну продаю и на заказ там всяко. Поэтому 2 корня в лунку это для меня просто выход. Потому что у меня нет больше земли, больше территории. Так, дальше. Хотелось бы посмотреть сам процесс посева семян. Вы отмотаете назад. В прошлом году все посевы показаны мной досконально. Как я сеяла для получения раннего урожая в январе. Как в феврале сеяла перец. Как высевала перец с последующей пикировкой, чтобы пикировать по одному семечку. Как метод без пикирования перцев и баклажанов, когда по 2 семечка рядом высаживаю. Все, все, все есть на канале YouTube. Кому-то не хватает здесь информации. Зайдите на мою страницу в Одноклассниках. Набираете Ольга Чернова, город Бийск. Там у меня и заметки, и статьи, и фото по посевам. Прям пошагово, все пошагово. Все по миллиметру, все описано и рассказано. Любой человек, прочитав это, может научиться вырастить все. Вот запись, что перец карамель получается в реальности не такой, как на картинке. Но все равно нравится, хороший вкус. Минус тонкая стенка. Шкурка нежная, леченая, варили обалденная. Вот комментарий про перец карамель. Я ни разу его не выращивала. Спасибо за комментарий, буду знать теперь. Вот про журнал, что правильно, все запомнить невозможно. Действительно не слышали ничего про Экопин. Как я и говорила, что это новинка. В каком регионе вы живете, спрашивает Василий. Я живу в сибирском регионе, Алтайский край, город Бийск. Маленький, провинциальный городок с холодным климатом. Вот сейчас у нас крещенские морозы. Зимой у нас до минус 35, летом очень жарко. Написано, Татьяна пишет, у Эпина много подделок. Настоящие выпускают только в Уфе. Но нам выбирать не приходится. Покупаем то, что предлагают нам эти сети торговые. У нас не так развит город, чтобы был большой выбор. Неужели нельзя обойтись, выращивать овощи без этих заморочек? Я выращиваю. Вот пишет Махди Мега. Это про видеоролик про замачивание стимуляторами. Но вы понимаете, у всех разные условия. У всех разные семена. У кого-то, может быть, кто-то живет в таких регионах, что им даже со стимуляторами и со всякими вот этими, как вы говорите, заморочками, и то сложно вырастить. Не все в очень комфортном живут климате. Некоторые, как сказать, собирают свои семена, они не очень хорошего качества. Почему бы их не простимулировать? Если нам дает возможность, сейчас цивилизация наша, сделать это, почему бы нет? Я вот тоже свои семена не стимулирую, ничего не делаю. Но научить людей я должна, потому что не надо никого судить. У всех разные ситуации. Кому-то это может быть жизненно необходимо, и без этого ничего не вырастет и не взойдет. Давайте больше делать положительных комментариев, писать, потому что от наших комментариев, от нашего настроения будет зависеть жизнь наших растений. Я верю на 100%, что от доброты человека, от его излучения действительно растут лучше. И рассада, и семена всходят быстрее. Спасибо за постановательное видео. В видео можно одновременно замочить и обработать семена от болезней для лучшего прорастания. Смешать два пакета вместе. Вот вы, если видели видеоролики, там есть препараты, которые я говорю, что я, например, про эпин говорила, можно совместить там еще с чем-то, с цирконом. Циркон вообще, например, он и, как сказать, индуктор болезни устойчивости и стимулятор. Вы читайте на обороте у средств, и вы обязательно найдете средства, которым можно и замочить для прорастания, для стимуляции и обезвредить. Например, вот привикур я говорила, тоже двойного действия. Вот этот комментарий интересный, последний сейчас прочитаю. У меня вот такой вопрос к автору. Зачем? Про просрочку. Сколько денег я сэкономлю на просрочки? Просроченная пачка стоит 10 рублей, на непросроченная максимум 40. Так, если я хочу купить редкий суперхороший сорт, я обращусь к хорошей фирме. Короче, ясно, мысль ее такая, что зачем вы пишете, прорастут ли просроченные семена, это никому не нужно. А, кстати, это многим нужно. И следующая женщина, вот там немножко пониже, я сейчас вам прочитаю. Она наоборот написала, что спасибо за такое полезное видео. Мы сами закупаемся в одном из интернет-магазинов Минска. У них покупка для пересылки на почте должна составлять не менее 6 долларов. Так вот, там есть раздел подарки, где в неограниченном количестве можно приобрести прозроченные семена. В прошлый сезон взяли несколько сортов помидор, огурцов, баклажан и прочее. Семена на всякий случай замачивали, ну, короче, выпение в стимуляторах схожесть помидор и огурцов 15-го года была стопроцентная. Единственное, немного подвели астры. Что вот из этих двух комментариев я хочу вам сказать, дорогие мои? Ситуации бывают разные. Вот вам, первые девушки, это видео совсем, ну, как показалось, ерундовой, а вот следующий человек наоборот говорит, как хорошо, что такое видео. Вот мы как раз кому-то, если бесплатно дают просроченные семена, они, может быть, хотят знать, получат они что-то с них или нет. Не обязательно там, как вы говорите, что там экономить на просрочке. Я, например, нынче взяла 200 сортов просроченных семян, только для того, чтобы испытать их и посмотреть, какие они. Зачем я буду покупать по 30 рублей 200 пачек? Посчитайте их стоимость. Это далеко не маленькая сумма. Может быть, половина из них мне не понравится, а просроченные я купила по рублю. И, может быть, из каких-то из них я найду такой обалденный сорт, который понравится всем, разведу семена, и потом еще будут у меня люди брать и выращивать, и говорить спасибо. Ну, все, на этом я закончу, потому что и так уже 12 минут прошло, уже люди, наверное, некоторые устали слушать. Это видео было ответы на вопросы, которые поступают на мой канал YouTube. Желаю вам всем хороших урожаев. Я постараюсь как можно больше давать вам каких-то советов, каких-то рекомендаций, да и просто показывать, как я все это делаю. Когда-то правильно, когда-то неправильно. Я сама не против поучиться тоже на чьих-то советах, чтобы не делать свои ошибки. И давайте, я желаю всем писать только добрые комментарии. Я вот пролистала, комментарии все прекрасные, все хорошие, и у меня на странице в Одноклассниках люди помогают друг друга советами. Если кто-то сначала, какие-то там левые люди заходили, как диванные комментаторы, ой, да ничего у вас не вырастет в том году, да все у вас замерзнет, когда я высадила в апреле рассаду. А потом, когда у меня все выросло и ничего не замерзло, они просто не стали заходить. Они поняли, что они своими вот этими злыми комментариями никому не помешают. У нас там сейчас такое сообщество собралось доброжелательных любителей растений, садоводов-любителей. До свидания. Желаю всем хорошего урожая.